Значит, от диафрагмы зависит глубина резкости. То есть, чем диафрагма сильнее закрыта, то есть, чем меньше отверстие, давайте я сейчас перейду на эту картинку, чем меньше отверстие справа, посмотрите, отверстие в диаметре внутреннем меньше, тем больше глубина резкости. А чем диаметр больше, тем меньше глубина резкости. Поэтому, если вы снимаете фотографию с передним планом, допустим, у вас на переднем плане там цветы где-то под ногами, и хотите, чтобы вы резко все от цветов и до гор на горизонте, вот нужно ставить диафрагму как можно меньше. То есть, она как бы меньше именно в выражении не в числовом, она меньше по диаметру. В числовом она получается больше, но диаметр получается меньше. Как это выглядит на практике? Вот посмотрите, что такое глубина резкости, что такое гиперфокальное расстояние. Вот есть какие-то самые близкие к вам предметы, которые, ну, совсем близко, вот слева внизу, да, они уже там не в фокусе получились. И есть какие-то предметы на расстоянии около двух метров, там дальше четыре метра и бесконечность. То есть, это уже больше там, скажем, двадцати-тридцати метров. Для того, чтобы получить максимально большую глубину резкости, значит, вы должны закрыть как можно сильнее диафрагму, то есть, ну, допустим, до значения шестнадцатого или двадцать два, и ваш объектив при фокусировке настроить на гиперфокальное расстояние. Что это такое? Значит, это расстояние, при котором как раз и получаются максимально резкими и удаленные самые объекты, и самые близкие. То есть, если вы, допустим, хотите, чтобы получились резкие объекты, которые у вас вот на расстоянии двух метров, да, и наведете на эти вот объекты, до которых два метра, и даже если вы задеафрагмируете объектив до самого упора, там, до шестнадцати, да, то все равно ваша дальняя какая-то вот часть кадра, то, что у вас там в зоне бесконечности, будет не резкая. Потому что такой гигантской глубины резкости практически нет ни у одного объектива, ну, кроме тех, у которых маленькое-маленькое фокусное расстояние, там, на объективы, скажем, с фокусным расстоянием 14 миллиметров и еще меньше, да, они, конечно, обладают такой большой глубиной резкости, но, как правило, обычный стандартный объектив, там, у которого фокусное расстояние ограничено, скажем, фокусное расстояние, там, 24 миллиметра, там, 28, 35, у них нет такой большой глубины резкости. И чтобы добиться этой глубины резкости, нужно вводить не на передний объект, а на какой-то средний, который и является вот той зоной гиперфокального расстояния. Под каждый конкретный объектив, под каждый конкретный фокусное расстояние, Это будет разное совершенно гиперфокальное расстояние Это можно определить либо с помощью таблицы, которую вы можете найти в интернете под свой объектив Либо это все можно сделать экспериментальным путем Но важен смысл, что чтобы сделать максимальную глубину резкости Вы наводите не на самый передний объект, не на самый дальний, а на некий средний Отталкиваясь от того, какая у вашего объектива будет точка гиперфокального расстояния Для чего я это все рассказываю? Дело все в том, что в пейзаже, как правило, применяется именно этот способ большой грипп Потому что в пейзаже желательно иметь резким абсолютно все Вот я когда фотографирую свои сюжеты, например, вот этот горный ручей, какая-то коряга поваленная Я снимал широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 17 мм, это зум 17-40 И я уже знаю хорошо свой объектив, я знаю, куда мне сфокусироваться при данной диафрагме Чтобы получить максимальную глубину резко изображаемого пространства Ну давайте просто посмотрим, какая была диафрагма Вот посмотрите, диафрагма была 22, потому что хотел получить, во-первых, размытую воду Ну и во-вторых, максимальную глубину резкости Вот я навел на некое гиперфокальное расстояние, не на начало вот этой коряги Вот не на то место, которое ближе всего ко мне, нет Я навел как раз на то расстояние гиперфокальное, при котором получается максимальная гриб Ну или вот еще один снимок Значит, тоже я здесь навел на некое гиперфокальное расстояние И получил абсолютно резким все, от заснеженных вершин и до цветка на переднем плане, на котором даже какие-то мушки видны Безусловно, если бы я навел резкость на цветок, я бы не получил такую большую гриб То есть я навел на гиперфокальное расстояние, которое дальше этого цветка, там в паре метрах И получил вот такую идеально резкую картинку Ну посмотрим, видите, опять диафрагма 22 Ну безусловно, при максимально закрытой диафрагме мы получаем самую большую глубину резкости Но еще глубина резкости увеличивается, когда мы наводим четко по гиперфокальному расстоянию Надеюсь, я достаточно подробно все объяснил Либо вы экспериментальным путем сами высчитываете, ну либо пользуйтесь онлайн-калькулятором Сам по себе адрес этого онлайн-калькулятора у вас сейчас на мониторе Ну и я его там еще в ссылочку эту кину в материалы Так что для этого и я сделал свой онлайн этот вот курс по съемке пейзажа По советам, да, вот огромное количество советов, которые будут в этом курсе Помогут вам сделать фотографии очень интересными, очень техничными, очень красивыми Всего вам доброго!